Особое внимание уделяем кадрам. Мне сейчас было очень приятно слышать от некоторых коллег из других регионов, что они высоко оценивают подготовку кадров именно для легкой промышленности в Ивановской области. У нас есть Ивановский государственный политехнический университет. Но мы не боимся учиться. Мы понимаем, что мы пока недовольны скорее качеством. И считаем, что надо учиться усиленных. У нас вчера буквально на базе ВУЗа открылась российско-итальянская школа повышения конкурентоспособности продукции предприятий текстильной отрасли. Надеемся, эта школа и другие наши форматы сотрудничества с иностранными партнерами дадут свой эффект. Действительно, теперь в Ивановский политехнический университет на занятия ходят не только студенты, но и люди, которые в профессии уже состоялись. В начале этого года ВУЗ подписал соглашение с ведущим Миланским институтом промышленного дизайна. Так появилась выездная итало-российская школа, организованная при поддержке правительства Ивановской области и центра «Мой бизнес». Будем обмениваться компетенциями и преподавателями, и студентами в учебном процессе при подготовке дизайнеров одежды. Речь идет именно о промышленных дизайнерах. Это то, чему сегодня учит наша кафедра конструирования швейных изделий. И у нас несколько модулей, один из которых мы назвали итало-российской школой промышленного дизайна. И один из треков – это технологии получения модных форм. В частности, у нас работала ведущий, миланский эксперт в мире моды, консультант таких компаний, как Дольче и Габана Роберта Катимба. Она, соответственно, три дня работала с представителями малого и среднего бизнеса Ивановской области, с нашими студентами и преподавателями, давая им мастер-классы по конструированию модных форм женской и мужской одежды. А этот курс проводит известный российский специалист Марина Кочедыкова. Она обучает ивановских конструкторов моделированию на манекене. По сути, представителям местного бизнеса выпала уникальная возможность пообщаться с мастером лично, посмотреть, как она работает и выполнить собственный экземпляр под ее руководством. Уроки по наколке Марина Кочедыкова публикует немецкий журнал «Раундшау». Сложности, скорее всего, в ощущениях пропорций, формы. Самое главное – это предварительный процесс – наколоть модельные линии той модели, которую мы выбираем для наколки. И вот эти модельные линии, они иногда вызывают трудности, потому что нарушаются конфигурации линий. Надо, чтобы линии совпадали по максимуму с моделью. Тогда она получится в конечном результате. Провести мастер-класс именно этого специалиста пригласили не случайно. Существует два метода конструирования – плоскостной и мулижирование. С первым традиционно работают предприятия Ивановской области. Его используют для получения базовых форм. Метод мулижирования более творческий, позволяет получать необычные конструктивные решения. Высококлассных специалистов, которые им владеют, в Иванове нет. Я думаю, что предпринимателям должно быть очень интересно. У нас сейчас получается так, что большинство малых швейных предприятий пускают трикотажную одежду и ограничиваются, как правило, достаточно простыми формами. И вот в этих формах получить какого-то оригинального дизайна достаточно сложно. Вот я думаю, что вот метод мулижирования позволит нашим предпринимателям понимать, как можно работать с материалом, как, в общем-то, из обычного материала можно получать какие-то интересные, необычные решения. Уроки в Итало-Российской школе для предпринимателей бесплатны. Метод наколки пришли освоить конструкторы самых разных предприятий и фабрик. Для многих это совсем новое. Но каждый, кто сюда пришел, точно знает, что в будущем навык непременно пригодится, когда Ивановский текстиль сделает ставку на безупречное качество и творческий подход. Я занимаюсь конструированием мужского костюма. Но у нас есть школьная форма на предприятии, которую мы разрабатываем. И для конструирования, к примеру, детской школьной формы, каких-то сарафанчиков с необычными подрезами, нужно изготавливать экспонаты, чтобы отработать необычные какие-то линии членения, необычную форму, посмотреть это все в натуральную величину. И поэтому наколка, она очень интересна с точки зрения развития, с точки зрения применения ее потом, ну, не во всем костюме, скажем, а в каких-то его деталях. А пока задача педагога пропустить через руки учеников как можно больше вариантов наколок, чтобы глаза и пальцы запомнили каждую складочку. Следующий этап – снять все аккуратно с манекена и перевести на бумагу, создав лекало. Мы выбрали жакет, он уже готовый стоит у нас, из макетной ткани. Сейчас мы накалываем трикотажные платья. Это модели современных европейских дизайнеров, которые стоят очень дорого. Мы взяли с сайтов RFH, там более 100 тысяч стоит каждая модель. Поэтому слушателям очень приятно ощущать себя такими способными, талантливыми. Накалывая это платье, они потом блеснут где-нибудь. Несмотря на то, что урок полностью интерактивный, составлен под специалистов с определенным опытом работы, Марина Кочедыкова разрешила присутствовать и студентам. Им это полезно вдвойне. Здесь и преподаватель мирового уровня, и будущие работодатели. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.